Редкет Клёвый кинь, классный и все действительно радуются первой годовщине игре Пигги. Одной из моих самых любимых игр в Роблоксе. Ну что ж, ребята, давайте почитаем, что пишет Минитун. С первым днём рождения Пигги я выпустил ловушку, которую можно получить бесплатно, если вы сыграете в игру до выхода главы номер 5. Он отвлекает ближайшего игрока и служит небольшой баррикадой. Глава 5 планируется выпустить в воскресенье. Вот ещё один быстрый взгляд. И вы видите на этом фото крокодила. Да, ребята, если высветлить фотографию, мы увидели вот такого крокодилу Гену. Не знаю, как вам, но мне почему-то вспоминается песня «Голубой вагон бежит, качается», где Гена с Чебурашкой на день рождения. Также были и другие фоточки, вы помните, кстати, чем закончилась предыдущая четвёртая глава. Напоминаю. Я прощаю вас. Теперь нам просто надо как-то отсюда выбраться. Мы находимся в тюрьме, и там сзади был люк. Я говорил, что это, скорее всего, будет канализация. И я был прав. Смотрите ещё одну картинку, если её высветлить. Тут и граффити есть, и канализация. В общем, на 100% я гадал, что и как будет. Какое будет развитие событий в главе номер 5, которую совсем скоро мы поиграем. И я, конечно же, вам покажу на канале. За этот год, ребята, Minitune сделал целых 12 эпизодов в бук номер 1, ну а в книге номер 2 уже есть 4 эпизода, потому что пятый эпизод уже убрали, который был новогодний. И скоро появится новый, пятый, окончательный эпизод. На канал мой подпишись, лайк поставь мне, не скупись. Давайте я вам расскажу, что вообще Пигги за этот год смогло достичь. Итак, ребята, первая годовщина игры Пигги. Давайте начнём с цифр. Во-первых, день рождения было 23 января. Во-вторых, 7,3 миллиарда визита за год, это бешеное число, и 8 миллионов лайков. Постоянность онлайн около 70-100 тысяч ежедневно. Это, конечно, не сравнится с Adobe.me, которая на первом месте по всем показателям. Tower of Hell тоже уже обогнал Пигги, у него 102 тысячи онлайн. И уже больше 9 миллиардов посещений. На третьем месте у нас Meep City, у которой тоже онлайн повыше. И тоже около 9 миллиардов визитов. Не знаю, сможет ли Пигги обогнать Meep City, либо же так и останется на четвёртом почётном месте. Также, ребята, есть крутые игрушки у Minitune. Вы знаете, что он открыл свой собственный магазин по продаже мерча по Пигги. Также, ребята, я вам показываю, что абсолютно все награды в игре я на данный момент получил. Абсолютно все бейджики есть в моей коллекции. Даже те сложные, которые были связаны с RB батлом, пасхалки, секретки и так далее. Всё мы с вами проходили, все видео есть на канале. Так что, если вы захотите, вы тоже можете это сделать. Ну, а также, ребята, хочу напомнить, что Minitune ещё делал для вас специальный режим, в котором вы самостоятельно можете строить карты для Пигги. То есть, любой сюжет, который вы захотите сделать в этой игре, вы можете воплотить в жизнь. Для этого у вас есть NPC, для этого у вас есть руки. И вы можете построить любую карту, которую хотите. Сейчас я вам показываю свою последнюю карту, которую я так и не достроил. Это карта Зима. Была ещё карта по Формуле 1, но она была достроена. Вы можете посмотреть видосик, как мы гоняли на машинках. Было очень весело. Также были и другие карты, которые я выпускал в Пигги. И мою, конечно же, альтернативную историю про Пигги. Очень классный режим. Мне тоже очень нравится что-то строить. Напоминает чем-то Minecraft. Но, к сожалению, нет времени. Но также, что самое печальное, нет огромного с вашей стороны интереса и поддержки к подобным постройкам. Так бы я, наверное, бы строил чаще, интереснее. Потому что задумок огромное количество, что можно построить в Пигги. Я вообще планировал здесь сделать свою историю альтернативную, пока не вышла глава номер 2. Точнее, книга номер 2. После того, как она вышла, я забросил, так сказать, этот проект. И свою историю не продолжал. Кто смотрел, всем, в принципе, понравилась моя история. Спасибо вам огромное за это. Вот. Ну и сейчас, ребят, я смотрю просто, какой инвентарь сейчас еще есть в этом режимчике. Что-то добавили или нет. Но вижу, что вроде ничего нового не добавили. Последнее, что добавляли в этот режим, это был нож. Ну а так, больше, в принципе, ничего нет. Кому нравится мой ледниковый дворец, ледовый дворец, как хотите так называть, зимний дворец, можете поставить лайк под этим видосиком. Мне будет приятно. Действительно, очень долго строил его. Так его до конца не достроил. Не знаю. Возможно, когда-нибудь все-таки будет возможность его достроить окончательно. Тут еще у меня планировалось подвал строить, там нижние этажи, там тоже много чего я хотел добавить туда. Ну и в целом, в принципе, видите, много чего уже готово в этом дворце. Она, в принципе, это карты грабельная, большого размера. На канал мой подпишись, лайк поставь мне, не скупись. Ну что ж, ребята, давайте еще посмотрим Пигги Интерсити. Небольшой обзорчик сделаю, и потом уже будем смотреть новую ловушку в Пигги. Что же там за ловушку нам подарил Минитун? Это всего лишь демо-версия. Вы видите, что 5000 онлайнов, в принципе, немного сейчас играют в эту игру. Но это пока что демо-версия. Она не совсем играбельная еще, она, скажем так, ознакомительная. Для того, чтобы у нас было впечатление об этой игре, чтобы мы походили, посмотрели, что здесь вообще будет происходить, что нам нравится, что нам не нравится. Тут, в принципе, некоторые NPC разговаривают, так что их довольно-таки много, и они добавляются на карте. Также, ребята, в этой игре стали добавляться разные штуковины, также есть тут секретки и так далее. Обо всем я об этом еще буду рассказывать, потому что январский ивент уже закончился, у меня будет больше времени. И я вернусь в Пиге для того, чтобы подробненько вам рассказать и показать, что вообще происходит в Интерсити. Сейчас небольшие добавления есть, добавили машины, добавили бензин, которыми можно заправлять машину. Видите, она просто стоит, и я сейчас на ней не могу поехать, если у меня нет в инвентаре бензина. Бензин можно купить, в принципе, в безопасном городке, если у нас есть на этом монетки. Кстати, были прикольные скидки до 28 января, но я их все пропустил, так что я ничем не затарился. Итак, ребята, что я хочу рассказать, в принципе, про эту игру? Она очень прикольная, очень интересная, в принципе, может быть, но пока что еще она не на окончательной стадии, поэтому пока еще поиграть не можем. Кстати, ребята, кто такие FF? Я находил уже какие-то новые записки, и они разбросаны по многим картам. Вот первая записка, сейчас покажу вот еще одну записочку, где-то она здесь, а вот в этом домике. Находится, вот она, видите, и здесь пишет какой-то загадочный FF. Если вы знаете, напишите, пожалуйста, потому что я пока еще даже не вникал, кто это люди, или организация, или это человек. Также, ребята, смотрите, здесь вот есть коды. Очень много вот таких вот бумажечек разбросано по разным локациям, и их огромное множество. Вон Крик показывал, что он нашел вот столько разных кодиков по всем локациям, по всем картам Интерсити. Я, конечно, сам, наверное, не смогу расшифровать, потому что это все-таки больше рассчитано на англоязыч. Ну что ж, ребята, обо всем поговорили, что за год проделал Минитун, он большой молодец. Ну а сейчас вам показываю ловушку, которую вы можете абсолютно бесплатно сейчас получить. Так что, ребята, сейчас, прямо сейчас зайдите в эту игру и заберите ловушку, пока она не исчезла. Потому что, как только выйдет обновление, возможно, эта ловушка уже будет недоступна. Очень прикольная ловушка, ребят. Праздничная, надувается такой, не знаю, матрасик, как правильно его назвать. И он останавливает, задерживает игрока, и вы можете подбежать его убить. Прикольно. Мне понравилось. Также, ребята, вы можете использовать как баррикаду. Смотрите, ставите вот здесь, к примеру. Но это, наверное, нужно, чтобы человек не выбежал. Опа, видите, надувается, и все, вот здесь вот пройти нельзя. Единственный минус, что я тоже не могу пройти сквозь эту баррикаду, чтобы убить игрока. Ну что ж, ребят, теперь я испытываю ловушку. Да, действительно, она меня задерживает, и Пигги сейчас может спокойно меня убить. Если ее использовать как баррикаду, мне кажется, можно просто ее перепрыгнуть, поэтому она, наверное, не столь эффективная. Ну что ж, ребят, очень интересный подарок. Это прикольная ловушка, но, на мой взгляд, она не очень эффективная, поэтому мне кажется, что мало кто будет ее реально использовать. Скорее всего, они будут выбирать какие-то другие ловушки. Ну что ж, сейчас я играл с ботом, и вы видите, что почти 10 минут я убегал от него. Я старался максимально аккуратно это сделать, чтобы не зафейлить. Очень большой молодец, Минитун. Спасибо ему огромное за такой прикольный плейс, и надеюсь, что следующий год будет тоже для Пигги удачным. Спасибо, что смотрели. Всем пока!